Праздник зеленых беретов отметили в Бресте как всегда с размахом. В этом году День пограничника совпал с еще одной особенной датой – столетием вооруженных сил. Двойной праздник начался традиционно с церемонии награждения. Очередные воинские звания, медали и грамоты получили молодые офицеры и ветераны. Брещанам, благодаря которым наша граница открыта для гостей и закрыта для злоумышленников, желали самого главного – чистого неба и чистой контрольно-пропускной полосы. Наша служба не стоит день и ночь, как в той песне. Хочу от себя лично всех ветеранов, всех пограничников, от солдата до генерала поздравить с праздником семьи, здоровья, благополучия, успехов. Служба непростая, поэтому я всегда надеюсь, что наши жены поймут и мы найдем понимание с их стороны. Всех действующих поздравляю с праздником, успехов в оперативном службе и действительности, счастья, здоровья и благополучия. День защитников рубежей – один из самых массовых профессиональных праздников в пограничном Бресте. После церемонии награждения единой колонной в сопровождении военного оркестра сотни людей в зеленых вуражках торжественным маршем прошлись по улице Ленина. У мемориального комплекса стражам границы ветераны и личный состав Брестской краснознаменной пограничной группы возложили цветы к подножию памятника. Слова поздравлений звучали от представителей исполнительных органов власти. В этот праздничный день хочу поблагодарить вас за честную службу и преданность выбранному делу, выполнение на профессиональном уровне возложенных задач по охране государственной границы. Желаю вам здоровья, счастья, новых успехов в службе на благо Республики Беларусь. Те, кто в годы военного лихолетия охранял рубежи страны и те, кто в мирное время продолжает быть начеку. Среди присутствующих ветераны, молодые военные, их матери, жены и дети. Большинство не знакомы друг с другом, но так или иначе каждый понимает, они единый механизм. И ошибиться значит подвести остальных. Конечно, это не женский труд, это очень тяжело с точки зрения и психологически тяжело, и морально тяжело, ну и, конечно же, именно физически. Когда приходят моменты именно 28 мая, либо 9 мая, ты понимаешь именно свою значимость, понимаешь, что ты часть всего вот этого огромного, самого большого и достойного в этом, что вот есть у нас именно мир, именно счастье, именно спокойствие наших семей, наших детей, родителей, и большего, наверное, в жизни ничего и не хочется. Когда сегодня вручали поощрение, фамилии, слышишь, знакомые, а это наши дети, уже некоторых и внуки, которые с достоинством и честью несут эту службу. И они, конечно, равняются на своих родителей, на старшее поколение. Цикл праздничных мероприятий в отделении пограничного контроля БУГ имени Варлама Михайловича Кублашвили стартовал задолго до праздничной даты. Здесь торжество тройное. Профессиональный праздник, столетие вооруженных сил и 20-летие присвоения отделению имени Кублашвили. Собрались, чтобы вспомнить и отдать дань глубокого уважения человеку, которого еще называют легендой пограничной службы. Грозой контрабандистов, чье имя золотыми буквами, вписано в историю пограничной службы страны. Основными принципами человека этого стали порядочность, неподкупность, принципиальность. И сегодняшнее поколение пограничников полностью следует этим принципам, опираясь на такой яркий пример. Любить границу и вообще народ советский. Не советский, а русский, славянский народ любить. И быть преданным, и знать свое дело, уважать, быть честным. Завершился поистине грандиозный день торжественным собранием. Можно смело сказать, нынешнее поколение защитников рубежей держат границу на прочном замке. Из статистики, за пять месяцев этого года стражи рубежей задержали более двух тысяч нарушителей пограничного законодательства и изъяли 60 единиц оружия и боеприпасов свыше 410 килограмм наркотических и психотропных веществ. Там, где начинается страна, пусть и не напряженно, но брещане точно могут спать спокойно. Ведь Брест и граница – практически слова-синонимы. Мы проводили конкурс логотипов нашего города чуть больше года назад, где собирали ассоциации города Бреста. Так вот, в пятерку ассоциаций города Бреста попало слово «граница». Это говорит о том, что мы едины, это говорит о том, что молодые ребята, которые посещают пограничные классы в системе образования городского, будут будущими пограничниками. Это говорит о том, что у нас очень много точек взаимосоприкосновения. Я очень рад, что в существующем сейчас в нашем южном городке начато строительство жилья, в том числе и для воинов-пограничников. Уверен, что Брестская пограничная группа будет и дальше держать высоту марку, и городская власть всегда с вами. С праздником! Виктория Сашенко, Григорий Пекарский, Эдуард Букунович и Антон Луговкин. Телекомпания Бук-ТВ.